Что ты делаешь перед сном? Тебе лучше не знать. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. Сегодня я хочу познакомить вас с новой годнотенюшкой от Netflix с сериалом «Половое воспитание», в центре которого у нас скромный, неуверенный в себе парнишка Отис. Он не звезда школы, не урод, не красавец, вполне обычный подросток, за исключением одного. Мать Отиса известный сексолог. Или, если проще, психолог сексуальных отношений. Называй это как хочешь, а суть одна. Она выслушивает интимные проблемы у людей и помогает им. Само собой, Отис, живя в такой атмосфере, и сам начинает понимать всю эту тему. И то, что он девственник, не мешает ему знать о сексе больше тебя, меня или его. Хотя нет, это все-таки поимбовее будет. Отис же в первые дни нового учебного года ради друга помогает решить одному хулигану его малюсенькую проблемку. Если умеешь что-то, не делай это бесплатно. Так же думает и новоиспеченная подруга Отиса, Мэйв, которая предлагает ему организовать подпольный клуб интим помощи ученикам. Отис, ученикам нужна твоя помощь. А нам деньги. Я пока все не просчитала, но в цифрах толк знаю. Я беру на себя матчасть. А ты будешь лечить? Выручку делим. Вот, в принципе, и все, что вам нужно знать для завязки. Так, я сразу предупрежу, в сериале есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И если вдруг для кого-то это проблема. Про сам сериал можно сказать, что он довольно поучительный. Вообще, на мой взгляд, плохо тот сериал, из которого нельзя что-то для себя вынести. Мораль, урок или, например, совет. Половое воспитание же сериал, из которого можно вынести не только заряд различных эмоций, но и довольно много полезной и интересной информации. Касательно, например, личной жизни, половой жизни, жизни с родителями, общения с родителями, общения с друзьями и прочего. По поводу эмоций можно сказать, что у нас тут более яркая версия. 13 причин почему. Где больше акцент был сделан на юморе. Но и драма никуда не делась. А в центре всего у нас не смерть, а другое слово на С. Также от себя хотел бы добавить пару вещей. Во-первых, этот фильм для меня своей идеей и подачей был похож на проделки в колледже с Даунием-младшим и ныне покойным Антоном Ельчином. Вообще, на мой взгляд, очень годный фильм. Если не виделись, советую заценить. Второе, что касается каста. Да, с сериалом это никак не связано, просто немного моего личного мнения. Что вот эти двое довольно сильно похожи на более молодую версию Марго Робби и Итана Хоука. Ну и, конечно, отдельное спасибо за Джиллиан Андерсон. Я просто рад любому ее появлению на ТВ. А с вами был Кинг, всем большое спасибо за просмотр. И если этот взор вам понравился или он был вам полезен, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мою группу ВК и Инстаграм. Буду рад вас там видеть. А я же вам желаю только интересных сюжетов и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова